Представляю вам бальса в синем углу клетки. Ему 22 года, рост 173 сантиметра. Его вес составил 61,7 килограммов. Его профессиональный рекорд 6 побед, 6 поражений. Базовый стиль ММА. Он из города Минск, Республики Беларусь. Андрей Сколыш! Его соперник в красном углу. Ему 22 года, рост 174 сантиметра. Его вес составил 61,7 килограммов. Его профессиональный рекорд 2 победы, 2 поражения. Базовый стиль Ушу Сайнда. Он из города Грозный, Россия. Саид Магомед Батукаев! Рефери Ерихан Шибилов. Саид Магомед Батукаев против Андрея Сколыша. Ну что ж, только ли бойцовский характер и выйти на поединок за два дня до турнира согласится? Есть у Андрея или же есть реальная позиция к, ну, действительно, танцевой спортсмену, Саид Магомеду Батукаеву? Узнаем, вот, прямо вот уже узнаем. Да. Вы посмотрите, очень активно начинает, кстати, жестко. И тут Батукаев прям сам становится инициатором борьбы. Что не так сейчас вообще в его поединках мы наблюдаем? Ну, он сандаист, а сандаисты переводить-то, в принципе, умеют. Тут у них на этот талант вполне себе заточен. Кстати, очень большое преимущество сандаистов над другими представителями ударной техники. Сейчас будет сбрасывать. Готовится, по крайней мере. И даже, видите, проходит гард, вместе с этим он засовывает колено. Взобождает одну руку, да, сейчас Батукаев. Обход гарда. Почти удалось ему это сделать. Ну, насколько я знаю, Андрей Эскулыш, он ударник. Но только ли ударник, потому что вообще в Белоруссии был и легендарный медведь. Трехратный чемпион. Смотрите, выход на пятку вообще-то. Здесь очень опасная ситуация. И может сделать. Вот здесь, если дальше прокрутит, уронит. Это вполне себе болевой прием. Только он тянет вместо того, чтобы скручивать сейчас немножко. Он сейчас освобождает. Шанс, кстати, был шикарный просто. Другой момент, что все-таки скрутка пятки – это очень многосоставной прием. И чтобы его сделать, и делать гарантированно, надо его прям подробно разбирать, учить. Ну, выход классный. Вышел на пятку он классно. Ну, интересно, будет сейчас Магомед Бутукаев просто оттягиваться, бить? Или будет потихонечку обходить гард? Какие-то взрывы мы увидим. Либо так вот потихоньку, не торопясь. Так, Андрей пытается взять Кимору. Очень классический прием. И поэтому, в общем-то, давно всеми разобраны. Я не видел, что очень давно, чтобы он проходил. В отличие, кстати, от Кимора свипа. То есть, вот ложные Киморы, которые в итоге переходят в сейк, переворот. Она проходит достаточно регулярно. Наблюдаем. Такое ощущение, что Бутукаев поставил задачу в первом раунде износить соперника. Вот именно измотать. Очень логичная задача. Да, в первом раунде. Кстати, многие... Которые вполне возможно сейчас в не лучших, так сказать, физических кондициях находятся. Это исключительно, что он вышел на коротком издавлении. Ну и это крайне логично. Почему? Потому что, в принципе, если против тебя ударник выходит, то логично его сначала как бы измотать, а потом уже все остальное. Но вот мы видим, сейчас есть и попытка активной такой атаки. Он перехватил руку за спиной оппонента. И начинает работать в своей левой. Интересный эпизод. Ну, призывает не позволять развернуться сопернику главы Батукаева. Так, и еще раз уходит на ногу. Ну-ка, 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 ну-ка. В принципе, кувыркнуть через себя и может получиться, да. Или, наоборот, вытянуть. Вот кувырок побольше бы сделать. Просто хорошо зная этот прием. И что он здесь снова пятку будет делать? В принципе, вполне себе возможно. Только надо прокрутиться, конечно, потому что болевые на ноги такие приемы, которые, если ты не делаешь, то бьют. Тебя бьют. Тут надо либо скручивать туда, влево до конца. Хорошая такая серия Батукаева. 30 секунд до конца рауда. Вот сейчас интересный контрприем можно сделать. В чем линии кроножные мышцы. Ну, это, конечно, грепперы, наверное, только сейчас могут понять, о чем я. Ну, да, только, видите, сейчас, получается, Андрей взял сам себе, сделал, по сути, все для того, чтобы эту конорейку провести. Видите, у него сейчас нога. Своя собственная нога в захвате, которой, если чуть поднадавить стопу, станет конорейкой. Своя собственная нога в захвате, который, если чуть поднадавить стопу, станет конорейкой. Ну, второй раунд. Что принципиально поменяется сейчас в рисунке поединка? И может ли здесь что-то поменяться? Давайте смотреть. Очень легко переходит вниз снова. Батукаев продолжает в той же манере, что и первый раунд. Доказывает, что он не только ударник. Может быть, в первую очередь, самому себе. Есть задача, возможно, именно побороться, потому что два поражения, которые в корее были. Именно вот из-за пробелов, как раз таки, в этом аспекте. Ну, пробелов, опять-таки, на фоне кого? Это тоже вопрос. Интересно. Ну да, замерла позиция. Логично, только мы двигаем на стойку. Так, хорошо. Боковой прямой. Классика. Для всех практически ударных видов ведь на борт. Ой, как хорошо нырнул под эту классику сейчас. Сайд Магомед Батукаев. Очень легко проходит. Очень легко проходит. Что здесь будет искать Андрей. Склошь. Дрей. Так. Неужели он здесь найдет что-то интересное? Упорно лезет на Кимуру. Может быть, это обманка какая-то? Что следует, как она. Попробовать бы обойти гард. Да, это для Сайда Магомеда было бы логично. Вообще интересно, что Андрей Склошь умеет. Выходы на прием у него, с одной стороны, классические. С другой стороны, что-то я давно эту классику не видел. Сайд Магомед работает очень надежно, понятно. Делает то, что надо делать. Будет ли новый выход на ногу. Ну, с Сайд Магомеда видно, что ничего не надо особенно. Он чувствует себя комфортно. Будет, скорее всего, просто вот так расстреливать корпус голова. Все тут логично, понятно, правильно. Ну, как по учебнику. Батургаев пока вроде бы в доминирующей позиции. Ну, вот разнообразия не так много от Сайд Магомеда мы видим, как хотелось бы. Ну, давайте по-честному. На самом деле не надо ему сейчас ни для чего это. Ну, кроме, там, может быть, каких-то идей продвижения себя, как яркого, там, не знаю, бойца именно для интернета аудитории или кого-то лично. А так-то, если у него конкретные цели просто выиграть, вообще лично, ну, какого-либо смысла. Все получается здесь. Работа из гарда, корпус голова, классическая. Ну, вы должны понимать, что, как бы, любой спорт он для зрителей, и спортсмен должен быть... Скажу вам честно, во многих местах, но здесь нет. Вот здесь все-таки я понимаю, что для спортсмена гораздо важнее просто выиграть, нежели кому-то что-то особенно запомниться той или иной красотой. Хотя, конечно, это тоже очень круто, и мы с вами видели много здесь бойцов, которые работают действительно исключительно ярко и всегда именно так работают. Ну, вообще, бывают бои, бывают такие случаи, когда нужны такие бои вообще любого спортсмена, потому что там нужно преодолевать себя, там нужны трудовые бои, быть готовым к самым сложным сопротивлениям. Ну, я думаю, что Андрей Сколыш, с учетом того, что за два дня он принял предложение податься в этом бою, заслужил, как минимум, уважение организаторов. Ну, и посмотрите, Андрей Сколыш вообще очень жестко в стойке, поэтому, то есть, Магомед не особо рискует, а вот концовка завершилась очень эффектным исполнением спортсмена в концовке раунда. Да, концовки взорвались, да, молодцы. Нет, готов жестко поработать, Андрей, это видно, да и, собственно, Сайд Магомед тоже. Ну, и дышит неплохо, видно, что, в принципе, он себя держит в форме, но и не бывает бойцы, которые постоянно тренируются и готовы принимать бои. Ну, помним то его восхождение Марана Балаева, да? Он тоже говорил о том, что у меня не было других вариантов, кроме как постоянно быть в форме, потому что меня могли вызвать только на короткое уведомление, чтобы заткнуть какие-то дыры. Я, как 40-летний, никому как-то уж не был интересен. И вот в итоге он стал шемпионом мира. Ну, что ж, третий раунд. Ну, интересно, сейчас сразу полетят в руку или будет примерно все то же самое. Вообще, очевидная дыра, конечно, есть у Андрея. Но если он навяжет руку, это будет крайне интересно. Может такое быть, мы с вами видели такие моменты, когда спортсмен вызывает, как бы конкретно на такую драку, второй принимает. Ну, вот как сейчас видите, принимает этот стиль. И вместо того, чтобы там идти бороться, они оба идут рубиться. Интересно, что влившая сейчас Саид Магомед. Ну, по крайней мере, был. Интересно. Вот очень стойка очень прям серьезно зарубается. И видно, что в неплохой форме на самом-то деле сковыш находится. Ну, да, но он, видно, кикбоксер или что-то близко к этому. Но смысл все, вот сразу после блока удар той же рукой. Здорово, чувствительно, интересно. Но это именно про стойку. Вот стойки бы их больше смотреть. Ну, все подкручивается, подкручивается. В общем, на понятные приемы, на рычаг ловки. Саид Магомед Батукаев особенно ничего не дает делать. Заставляет Андрея терять силы. Вот сейчас подтянул к сетке, чтобы еще и шею немножко отключить. Все как по книжке. Логично Андрею подсказывать, что надо рисковать. Ну, риск это, конечно, прекрасно. Но просто как конкретно тоже надо этот риск подготовить, что вот для выхода на вот этот прием нужно сделать вот так или вот так. Нужно приподнять соперника над собой, например. Причем не голову его, а именно корпус оттянуть. Или там как-то под руку нынуть. Ну, вариант очень много, в зависимости от того, какой именно риск имеется в виду. Ну, что, может быть, еще один... Нет, еще одной попытки выхода на ногу не случилось. А вот Саид Магомед оказался в позиции сбоку. И, возможно, сейчас будет брать распятие. Нет, распятие там тяжело взять. Ну, что-то, что-то, что-то здесь, именно сказать, все-таки будет. Андрей обратить внимание по сетке, соответственно, забирается. Не понимаю, почему Андрей сейчас не оттолкнулся от сетки. Хотя понимаю, возможно, он неправильный. Понял жест Америка на Шибюро. Ногами оттолкнуть со стены можно. Так, есть. Это уже чуть лучше. А нет, это уже снова ГАРТ. Ну, чудес пока не случается. Логично ведет схватку к... Единогласному решению Саид Магомеда Бутукаев. Исключает любой риск. И вспомню, что с точки зрения профессионализма это, конечно, правильно. Здесь сейчас, да, активизируется. Видите, я думаю, что это просто все. Так, ну, может быть, все-таки будет еще один выход. Люфты-то появились. Вот, локтя, да, заходит. Да, хорошие жесткие акцентированные удары проходят. Ну, крепкий-крепкий Андрей сплошь. Видно, что его эти удары не так беспокоят, как могли бы побеспокоить многих других. Скорее, его больше беспокоит то, что постоянно из его обранной клетки выбивают воздух. Ну, и подходит к концу ради. Поединок, завершен он. Да, я думаю, что нам всем стоит поблагодарить Андрея за то, что он спас этот поединок. Ну, и, честно говоря, я бы хотел ввести его дальше в организации, чтобы, ну, хотя бы просто посмотреть, на что он способен при нормальном лагере, нормальной подготовке. Ну, а Саид Магомед Бутукаев, в общем-то, безупречно, наверное, можно сказать, провел этот поединок, выиграв все значимые эпизоды, без каких-либо особенных таких усилий. Ну, просто делая то, что надо делать. Многим это покажется скучным, но здесь на кону победа, поэтому победа на спортсменах всегда важнее. Ну, в большинстве случаев. Друзья, ваши аплодисменты у бойца Анна. По окончанию трех раундов единогласным решением судей победу одержал Саид Магомед Бутукаев. Друзья, Россия, ваши аплодисменты Андрею Сколышу.